Два многоквартирных дома в Башкортостане включили в реестр проблемных объектов. Об этом сообщили на совещании в прокуратуре республики, где обсудили дополнительные меры, чтобы предотвратить рост числа обманутых дольщиков. Так, компания «Садовое кольцо» приостановила возведение дома на улице Ленина в Уфе, строительная фирма «Кедр» в селе Байракстер Литамакского района. Только за прошлый год и в начале этого в регионе признаны проблемными 10 объектов. Еще 12 могут быть отнесены к их числу в ближайшем будущем. Также, защищая интересы обманутых дольщиков, прокуроры реализуют основной принцип уголовного судопроизводства – неотвратимость наказания за совершенное преступление. Тщательно анализируются каждое уголовное дело и материалы доследственных продверок на предмет своевременности, законности и обоснованности принимаемых решений. Сейчас в производстве находится 7 уголовных дел по преступлениям данной категории. Предварительный ущерб по ним составил 4,7 миллиарда рублей. Отмечу, что в 2018 году в республике насчитывалось более 10 тысяч обманутых дольщиков. 7 тысяч из них за последние три года получили долгожданные квартиры или выплаты. Мы выстроили системную работу по реализации поручения президента РФ о завершении строительства объектов, недвижимости, которые созданы при приличении денежных средств дольщиков и не введены в эксплуатацию. Работа выстроена нами по двум направлениям. Первое – это активно использование механизма Федеральной публичной правовой компании Фонда развития территорий. В ближайшие два года республика планирует ввести в эксплуатацию 17 долгостроев, а с помощью механизма Фонда развития территорий еще 34. Продолжение следует...